Итак, мы с вами познакомились с целыми числами, с тем, как происходит работа с целыми числами в языке Python. Мы с вами увидели, что иногда в программах есть ошибки, которые не позволяют программе выполниться до конца. В таком случае Python прерывает исполнение программы и указывает на место в программе, где ошибка произошла. В какой строчке, в какой тип имеет ошибка. Читая такие сообщения от интерпретатора, можно понять, в чем заключается проблема, и, соответственно, исправить ее. Но в этом модуле мы рассмотрим работу с числами, но теперь рассмотрим не целые числа, а именно числа с плавающей точкой. Записываются числа с плавающей точкой следующим образом. Давайте посмотрим, например, такого числа 0,5. В данном случае у числа с плавающей точкой есть целая часть, в данном случае это 0. Дальше вставится точка, и далее идет дробная часть числа, в данном случае 0,5. Да, для корректной работы с вещественными числами, чтобы все операции работали так, как мы хотим, давайте укажем, что мы используем третью версию интерпретатора Python. И, соответственно, давайте рассмотрим какие-нибудь операции над вещественными числами. Ну, в принципе, все стандартные операции можно выполнять. 0,5 плюс 0,3. Результат 0,8 вполне ожидаем. Числа можно вещественные также вычитать. Можно умножать, делить. Деление вещественное обозначается одинарным слэшем. Скажем, 5 делить на 2 будет 2,5. Сравните, например, с целочисленным делением. Если мы разделим 5 на 2 на цело, используя двойной слэш, то результат будет без дробной части. 2 целых. Особенностью работы с вещественными числами в Python заключается в том, что иногда возможно потеря точности. Иногда это необходимость. Например, если мы пытаемся разделить число 1 на число 3, то мы видим, что результат получается 0 целых и дальше много троек. В принципе, десятичная запись числа 1 треть – это была бы такая бесконечная дробь из троек после десятичной точки. Понятно, что бесконечные цифры здесь записать нельзя, поэтому как-то придется десятичную запись ограничить. Но в целом иногда возможны погрешности при вычислениях даже там, где, казалось бы, это абсолютно не является необходимостью. Например, если мы возьмем сумму трех чисел 0,3, то окажется, что результат – это 0,8999999 и так далее. Хотя понятно, что результат должен был бы быть 0,9. То есть таким образом погрешность хоть небольшая, но все-таки есть. И нужно всегда это учитывать при работе с нецелыми числами, что у вас возможны небольшие неточности в вычислениях. Еще одной полезной операцией при работе с нецелыми числами, впрочем, с целыми тоже, является операция возведения в степень. Мы можем, скажем, взвести 2 в степень 5, используя оператор возведения в степень, который записывается как две звездочки, получим 2 в 5, то есть 32. Используя возведение в степень 0,5, мы можем таким образом извлечь квадратный корень из числа. Ну, например, 9 в степени 0,5 – это будет 3. Полезно знать также, что числа, вещественные числа, также иногда записываются немного в другом формате, с использованием символа Е. Ну, например, число 0,5 можно записать как 1Е, точнее 5Е минус 1. 5Е минус 1 – это то же самое, что 0,5. Почему? Как понять эту запись 5Е минус 1? Это число 5, которое умножается на 10 в степени минус 1. Е – это как бы экспонент возведения в степень. На самом деле умножается на десятку в некой степени. То есть, скажем, число 1, 2, 3, 4, Е минус 2 – это то же самое, что 1234 умножить на 10 в минус 2, то есть 12,34. После символа Е можно также использовать положительную степень, например, 1, 2, 3, 4, Е2 – это будет число 123 400. Мы домножили число на 10 в квадрате. Продолжение следует...